В студии работает Анна Лапшина. Здравствуйте. И я приветствую нашего гостя, директора муниципального предприятия «Водоканал» МУП «Водоканал» Дмитрия Ухина. Дмитрий Игоревич, здравствуйте. Добрый день. Напоминаю слушателям, что «Водоканал» — это предприятие, которое с 1 августа отвечает за подачу холодной воды в наши квартиры и за водоотведение. И работу сегодня мы построим по следующей схеме. Во-первых, расскажем, что уже сделано и как работает предприятие сейчас. Во-вторых, узнаем, какие планы «Водоканала» на ближайшее будущее, на более отдалённую перспективу. И что в результате получим все мы, потребители, услуги, которые предприятие оказывает. Ну, итак, давайте начнём. «Водоканал» приступил к работе 1 августа. Как отработали первые две недели? Всё ли чётко, как планировали? Нет ли каких-то неожиданных сюрпризов? Глобально отработали, то есть в планном порядке сюрпризы. Ну, мы ждали, что будет тяжело, потому что такое крупное предприятие, грубо говоря, за одну ночь перевезти людей, наладить технологию, закупить реагенты. Всё это было тяжело. Мы это делали два месяца с утра до ночи. Практически никто не отдыхал, без выходных работали два месяца. Но на 30 июля у нас все необходимые реагенты были на складах. Запас был весь закуплен. Людей мы заранее подготовили, все документы уже по 30 июля, все уже были у нас устроены на работу. Техника у нас уже была на 30 июля в ночь. И уже плавно начали обслуживать город. Диспетчерскую мы с нуля часов запустили свою. Своим номером телефона диспетчера уже с нуля часов работали по городу. Глобально всё прошло штатно. Сейчас потихонечку мы уже в плановый режим входим. Это всё-таки больше был такой форс-мажорный режим. Сейчас потихонечку устаканивается всё. Но сложно, конечно, перевести всё хозяйство с одних рельсов на другие рельсы. Это тысячи человек работников. Сейчас мы более подробно о кадрах поговорим. Скажите, пожалуйста, в каком состоянии вы сети городские получили? Сейчас пока сложно оценивать. Я тоже просто скажу так кратко. За 10 дней, за первых, мы посмотрели, что получается. То есть у нас вопросы большие по канализации, по сетям. Потому что у нас за 12 дней 250 закупорок канализационных сетей, колодцев. Мне кажется, это многовато на самом деле. Накопилось. Ясно, что надо сейчас. Мы как раз сегодня разрабатываем уже графики промывки на ближайшие два месяца. То есть машины пришли, каналы промывочные. Будем промывать, потому что, мне кажется, это неправильно. Когда там в день по 40, по 50 закупорок. Потребители это как-то на себе чувствуют? Они на себе это не чувствуют. Но они могут просто на улицах видеть, что колодец переполнен, течёт. То есть это неприятно, наверное. Это уже благоустройство города глобально. То есть это, наверное, неприятно. Поэтому тут мы должны поплотнее поработаться. Графики делаются. По воде. Ну, мы сейчас за динамикой посмотрели 2-3 ситуации. Но крупных аварий не было. Я не видела, по крайней мере. Крупных нет. То есть мы быстро перехватили управление. То есть мы понимаем по городу, где какое давление, где что течёт, где утекает. И сразу там оперативно выезжаем. Поэтому проблем-то глобальных-то нет. То есть мы видим, что происходит. Сейчас динамику наработаем, поймём. То есть там, где были слабые точки, мы сейчас как раз смотрим уже с коллегами. То есть уже смотрим проблемы. Видим канализацию проблем. Начинаем какие-то оперативные планы готовить по нивелированию этой проблемы. По воде глобально проблем нет. Есть утечки. Они, само собой, есть. Это большая сеть. Там больше тысячи километров сетей. Понятно, что это будет. Ну, в целом, мы, конечно, видим, как это всё исправить. Но это вопрос ни одной недели, ни одного месяца. Это вопрос двух-трёх лет. Это именно с программой вопрос. Но это вопрос будущего. Сейчас мы планово начали работать. То есть работа штатная ведётся, а военных ситуаций нет. Да, да. Бригады в городе. Бригады перешли к нам в полном составе. То есть люди эти сети прекрасно знают. То есть на станциях ночных сооружений водопровода люди работают абсолютно те же. Технологии знают от и до. На очистных сооружениях города канализации те же самые люди работают. Технологии знают от и до. На собственных станциях города те же самые люди. Поэтому все всё прекрасно знают в городе. Ну вот мы сейчас, собственно, к людям и перейдём. Вы говорите о том, те же самые люди. То есть это люди, которые работали в кировских коммунальных системах, которые фактически руками своими обеспечивали подачу воды в наши квартиры. Эти же люди перешли на работу к вам. Много ли народу набрал в штат водоканал? Сколько человек? Несколько сотен человек, насколько я помню. Так, у нас было 450 человек до объединения. Сейчас у нас 1050 человек, а ещё около сотни приходят. То есть это будет там 1150. Около полутора тысяч человек. Это штатная численность, у нас будет меньше. Мы думаем, что 1200 – это максимальная величина сейчас. А так, глобально, я думаю, что 1000-1100 – это будет оптимальная величина для такой вот этой зоны обслуживания. Те люди, которые к вам перешли, это люди, ну прежде всего, это вот те люди, которые обеспечивают непосредственно работу. Там, да, на месте, в поле, что называется. Управленческий состав кировских коммунальных систем к вам не перешёл на работу? Ну, перешли, но процентов, наверное, 30-40. Инженеры? Инженеры пришли, ПТО пришло, самое главное. То есть, да, у нас контролёры, сбыт, служба практически вся перешла. Не пошли экономисты, финансисты, юристы, так скажу. То есть кабинетные работники? Кабинетные работники. Остальные, линейный персонал, кто руками работал, кто был непосредственно в сетях, перешло там 98%, и то там 2% – это те люди, которые на пенсии просто вышли. То есть это люди, которые трубы наши знают, наши сети знают, все слабые места и выигрышные какие-то места знают. Они, собственно, чем занимались, тем и сейчас продолжают заниматься. Они все пришли, да, абсолютно верно, абсолютно верно. Эти люди прекрасно знают свою работу. Я уже со всеми пообщался, видно, профессионалов своё дело. Вопросов нет никому. У нас в студии поднимался вопрос, когда вот этот был переходный период, и когда только появилась информация о том, что приходит водоканал, и водоканал будет заниматься водоотведением, подачей холодной воды в наши квартиры. Был вопрос по поводу социальных гарантий сотрудникам кировских коммунальных систем, бывших сотрудников, которые к вам переходят. Не потеряют ли люди в зарплате? Не потеряют ли люди соцпакет какой-то? Вот с этим что? Эти люди ничего не потеряют, потому что мы очень плотно работали с профсоюзом. И кировских коммунальных систем. Там активный профсоюз, да. Да, активный профсоюз абсолютно. И с профсоюзом области работали плотно. Мы разработали положение о поплате труда, которое ничуть не ухудшает, а во многих случаях улучшает условия труда. Все люди с ними знакомы. Профсоюз нам каждую строчку вычитал, как бы мы всё согласовали. Во многих моментах, наоборот, мы пошли на встречу профсоюза, которой не было в ККС, они нас попросили добавить, мы добавили. То есть глобально это условия были улучшены. То есть люди, я почему об этом спрашиваю, почему мне это кажется важным. Люди должны быть заинтересованы в той работе, которую они делают. То есть не должно быть текучки кадров прямо вот такой сильной, заметной, значительной. Потому что всё-таки городские сети – это такая вещь, которая должна работать как часы, как мне кажется. То есть понятно, что бывают нештатные какие-то вещи, бывают аварийные какие-то вещи, но в целом город должен обеспечиваться водой. Поэтому кадровые вопросы – это, конечно, очень важно. Кадровый вопрос, на самом деле, был тот вопрос на первом месте, который стоял, когда я только начал работать. То есть первым делом, чем начал заниматься, это кадрами. Я встречался с людьми, ездил там, по-моему, 10 дней. То есть мы с каждым отделом отдельно встречались, разговаривали. То есть были совещания. То есть мы люди спрашивали, что их ждёт. Я каждому лично рассказывал, какие были вопросы, приезжали ко мне, показывали, рассказывали. То есть мы практически полмесяца занимались непосредственно диалогом с людьми. То есть мы каждому лично объясняли, что приходите к нам, у вас будет всё то же самое, будет лучше. То есть люди без работы не остались? Нет, абсолютно. Первый вопрос, который был у них, и люди не потеряли… Нет, нет, нет. Кто не захотел идти, тот не захотел идти. То есть все люди взрослые, сами для себя решают. Ну, конечно, это понятно. Те, кто к нам захотел идти, дал и своё жилое согласие дал, мы всех приняли. Мы никому не отказали. Тем, кто дал согласие перейти на работу. И сейчас работает. Ещё один важный вопрос, который тоже задавался в переходном периоде и на старте, собственно говоря, вот этой, ну, с позволения сказать, реформы, да, смены организации, которые оказывают нам услугу. Это вопрос технической оснащённости, потому что Водоканал, когда приступал к работе, насколько я помню, и на комиссиях городской думы этот вопрос задавался, да, Водоканал был предприятием, у которого техническая база, ну, в сравнении с кировскими коммунальными системами, ну, значительно уступала, так скажем, да. То есть в процессе переходном, я так понимаю, что были закупки техники, и сейчас вы оснащены полностью. Или есть ещё потребность в чём-то? Есть куда расти ещё? Это понятно, это всегда есть куда расти. Ну, глобально, это второй большой вопрос был, после персонала, это на чём работать и с чем работать. Ну, на 30 июля у нас было по оснащению аварийных бригад было 100%, то есть это новые инструменты, новые мотопомпы, там, то есть там, прожектора, всё, абсолютно, то есть мы людям 30 июля с утра это всё выдавали, прям, комплекты с формированные бригадами, то есть всё новое оборудование, самые, на текущий момент, лучшие, которые необходимы. Причём это было делалось по их заявкам, мы, то есть до 30 июля с ними отрабатывали, и нам писали... Были сформированы бригады, вот эти, которые тут работают. Что нам нужно, то есть мы это всё закупали под них. Второй большой вопрос, который мало кто верил по технике, по автомобилям, на самом деле, что, где мы её возьмём, потому что технике нужно порядка 50 единиц. И там огромные вложения, конечно, да, необходимы были. Там огромные вложения, там, если... Мы пошли по... Было два варианта. Был первый вариант, то, что выкупить, вау, какая с технику. Ну, то предложение, которое нам дали, наверное, оно было не самое экономически выгодное. То есть оно у вас по цене не устроило? Оно устроило, оно устроило по цене и по условиям. Первая цена, это, там, на 30% дешевле, чем новая техника, а там техники, некоторые, там, 3-5 лет, то есть смысл нам это упасть. Износ техники, так. Да, второе, второе условие было, что мы должны деньги все сразу заплатить. То есть это больше 100 миллионов рублей. Для предприятия, которое только начинает работать, это не самые выгодные условия. Ну, для третьей годовой выручки, МУПа до объединения, для понимания, да, то есть это нереальные деньги, да и брать кредит на это, как бы, ну, не знаю, насколько это правильно. Поэтому мы пошли по второму пути, это лизинг. По лизингу пошли, то есть в Киро, там, 4-4 компании всё работает, мы с каждой отдельно проработали компанией, то есть посмотрели, где самые лучшие условия. Вот, плюс были определенные проблемы, что у нас были маленькие обороты, да, там, тяжелая финансовая ситуация тоже утяжеляла получение лизинга, на самом деле, потому что лизинговые компании, те же самые банки, это заемные деньги. Надо было доказать, что вы надежный партнер. Да, и мы на это очень долго ушло время, это были переговоры, плюс техника, которую мы покупаем, 90% это техника под заказ делается. То есть те же самые аварийные машины, вот мы купили на базе «Газон-Некс», на новой базе. Вот, делать в нормальных условиях это дело с минимумом 90 дней. Но тут уж, как бы, опять же, разговаривали, договаривались, то есть люди шли на встречу, понимали, там, ускоренный темп, им наставили первыми в очередь, то есть даже, там, Арзамаз завод, завод крупный НАСА поставил в первую очередь, то есть все остальные заказы убрал. Вот, на сегодняшний день в городе уже ездят 10 новых аварийных машин, это канализационная бригада, доброводная бригада и аварийная восстановительная бригада. Вот, 10 машин новых на газоне, сотрудники довольны, абсолютно современная техника, то есть все сделали, как они просили, то, что им нужно было, мы так и делали. Вот, потом буквально на той неделе нам пришло три канала и лососных машин на базе КАМАЗа, одна комбинированная машина, и лососные каналы промывочные, и одна каналы промывочные машины, то есть на базе КАМАЗа. Это те машины, которые как раз вам помогут решить проблемы с канализацией? Да, да, мы сейчас буквально страховку оформили, сейчас уже осмотр в газе сделали, то есть мы без номеров напишем, вот сегодня эти машины уже выезжают в город на плановые работы, плюс приехало два новых эскаватора для раскопок. Вот, то есть основные ключевые машины, необходимые для нашления технологий, они в городе уже есть. Аварийная бригада уже всю неделю ту ездит на этих машинах, вот, и лососы, и каналы промывки выезжают уже, вот сегодня выезжают в город. Этого количества, про которое вы говорите, его достаточно? Это 17 машин, еще к нам должно прийти 3 КАМАЗа обычных кузовных, это для производства работы, это вывоз грунта, ну и технологические, там есть операции, там вывоз осадка в ночных сооружениях. Потом Ларгусы, это перевозные бригады, это электрики и насосные станции, то есть это легковые машины, но с кузовом, в которых можно сложить оборудование, да. Да, это в целом 27 машин, это первый этап. У нас еще есть второй этап, то есть нам еще нужна пара авареек, то есть глобально, то есть нам надо еще пара авареек, нужны еще экскаваторы, то есть есть нормативы рассчитанные, то есть должна быть 51 машина на этот год. Это то количество техник, которое было на самом деле у АКС, ну плюс-минус там вот 50 машин. Сейчас мы еще раз, когда уже все пришли к нам в начальные гаражи, у нас новости, бригады, мы еще раз сядем в августе, проанализируем все-таки второй этап. Если нам ребята скажут, что, наверное, это не нужно, давайте купим лучше вот это, и нам будет обоснование правильно, то мы будем заниматься. И мы хотим до Нового года второй партию в город привезти. То есть сейчас на это время, то есть безаваренной работы нам машин хватает, но на плановую работу, которую мы хотим начать. Чтобы на износ техника не работала, да, и люди, бригады. Да, и люди, бригады, поэтому нам нужно это все увеличить. И мы также с использованием механизма лизинга тоже это сделаем, потому что все-таки лизинг — это платежи три года равными частями, то есть это намного дешевле. Это не сразу надо выложить огромную сумму. То есть там это, ну, делим там на три года, это полстоимости, там, треть того, что ККС на спасет, сразу в год. То есть это для понимания, что это... Плюс все эти затраты на тарифе никак не скажется. Вот это важный вопрос. То есть люди говорят, вам надо где-то брать деньги, где возьмет деньги предприятие. Естественно, предприятие может... А вдруг вы тариф повысите, да, и за счет потребителей будете эти машины приобретать. Ну, тариф нам уже установили, на самом деле. Тариф установили до конца 2020 года, то есть на полтора года сразу. Поэтому люди уже сейчас могут понимать, какой тариф будет условно. Это по центральной части города. Плюс у нас еще же большая задача, которая поставлена губернатором, главой администрации города. Это выравнивание тарифов, сперва говоря, для Ленгасова, Нововятска. Для отдаленных микрорайонов и центра города. Сейчас мы одна организация, которая обслуживает все это. Вот. И мы хотим, как бы, такой у нас лозунг. Один город, один тариф. Унифицировать его, да? Да, чтобы это был единый тариф для всех, чтобы жители были в равных условиях все. То есть, наверное, неправильно, когда там жители одной части города платят больше, чем другой части города. Это какая-то дискриминация, мне кажется. Но в целом, если они получают ту же самую услугу, того же самого качества, да, не должно сказываться на них, насколько для предприятия сложно оказание все-таки этой услуги. Люди-то платят за одно и то же. Мы понимаем, что это, конечно, отдаленный район, и там Ленгас достаточно далековато технологически, но там есть свои бригады сформированы. То есть, и мы хотим все это сделать за счет оптимизации. То есть, мы, условно, был МУП со своим управленческим персоналом, то есть, и был там ОКС со своим управленческим персоналом. Мы хотим, чтобы у нас был один управленческий персонал. То есть, мы глобально хотим это все слить так и соптимизировать. То есть, сэкономить какие-то средства, сэкономить время там на этом, да, куда-то перекинуть ресурсы. Да, да, да. То есть, ясно, что люди, которые работают на сетях, они останутся. Без них никуда. Но вот именно в плане управленческого персонала тут есть там... Есть возможность посмотреть, да, что-то где-то поменять. И это в том числе и источник, за счет чего мы будем гасить затраты, которые мы сейчас принесли. То есть, за счет оптимизации. То есть, глобально мы на потребителя переваливать ничего не хотим. Мы понимаем прекрасно, что это социальные значимые товары. То есть, потребители могут быть спокойны, резкого роста тарифа не будет, тариф установлен. Тариф уже установлен, они уже прекрасные люди могут открыть там постановление, увидеть, какие тарифы будут. Они сейчас там даже на пару копеек там ниже получилось, ну, там по обоснованию. Еще, Дмитрий Игоревич, очень важный вопрос, который тоже задавали на старте работы. И когда стало известно о том, что приходит водоканал, это технология очистки воды. Мы все понимаем прекрасно, да, что там не стоит на месте наша промышленность, в том числе вот та промышленность, которую реагенты производят. Мы все понимаем, что крупные города там разным образом экспериментируют, да, чем очищают воду. Как работают очистные сооружения? В этом что? Технологии мы оставили абсолютно то же самое, потому что от добра добра не ищут. Которые использовали кировские коммунальные системы, да. Что это за технологии, давайте напомним? Ну, тут как бы очень сложно. Очень сложно, да? Это очень сложно, там несколько десятков реагентов используются для чистки воды. Но глобально, как бы, смотрите, как мы оставили абсолютно ту же самую технологию, потому что технология была отработана. Потому что качество воды, безопасность воды – это ключевое, что должен обеспечить водоканал. Поставщик. Поставщик, да. МОП, и он длился 24 часа. То есть, насколько там били все поставщики, цена упала в три раза на поставку. Вот, представляете, то есть, насколько там заинтересованы были. Вот, поэтому с качеством воды проблем не будет. На будущее, на будущее. Будете ли вы следить, да, за новинками какими-то? Следить-то мы, конечно, будем. И будет ли возможность их использовать и внедрять? Вот вопрос эффективности. Если мы будем понимать, что это эффективно, что это нам, а, либо позволить снизить эксплуатационные затраты. То есть, это, опять же, даже эффективность, которым мы эти деньги можем направить на что-то другое, на модернизацию, например. Либо это будет еще повышение качества воды. То есть, опять же, может быть, при меньших затратах, может быть, при таких затратах, но мы получим более высокие качественные характеристики воды. Да, мы будем за этим следить обязательно. Это причем вопрос инвестпрограммы. То есть, мы сейчас, вот в этом году, хотя мы начинаем разрабатывать инвестпрограмму глобальную на период 5-10 лет, долгосрочную. Вот мы к будущему подбираемся уже, да. Да, да. И вот из этого, конечно, само собой следить будем. Сейчас, на этом этапе, нам нужно все-таки отработать все эти процессы, взаимодействие выставить до конца. Потому что, в любом случае, организации всего две недели. Ну, надо наладить, конечно, работу такую прям четкую. Сейчас вопрос установочный. Да, потому что мы каждый должны, каждый, каждый понимает то, что делает. Это и контроль качества, это и технологии, как бы, и все. Ну, и бумажной работы, на самом деле, очень много бумажной работы. То есть, это все надо регламенты сделать, да, оформить. Потому что мы все новая организация, как не крутите. И вроде те же самые, но вся документация, в любом случае, осталась не у нас. А документы, особенно в муниципальном предприятии, мне кажется, да. Там очень сложно с этим. Да, и необходимое решение. Ну, сейчас мы будем это плавненько оформлять. Я думаю, что нам на это уйдет какое-то время, начальное. Ясно, что за две недели, говорю, начать работать с нуля, это как бы тяжело. Это было нам всем, но мы видим, что это получилось. Я вот помню времена еще до момента, когда кировские коммунальные системы стали обслуживать наши сети. И это, конечно, была тяжелая история для кировчан. Это был конец 90-х, это было начало 2000-х годов, когда было огромное количество аварий в городе, да. И практически каждый день мы в новостях рассказывали, что какое-то определенное количество домов в Кирове сидит без воды, потому что очередной прорыв на третьей или на шестой ветке водовода. Вот это вот все. Я надеюсь, что, конечно, к этому времени мы не вернемся никогда, что все у нас будет хорошо, что если аварии будут, то они будут достаточно быстро устраняться, и люди на себе не почувствуют каких-то возможностей, каких-то возможных проблем, да, вот таких серьезных и значительных. Но скажите, вот вы про инвестиции говорили, да, и про работу на будущее. Планируете ли вы какие-то масштабные работы по замене сетей? Нужны ли для этого средства? И где вы будете их брать? Отличный вопрос. Я тут добавлю немножко, что первая задача, которую я поставил своим сотрудникам, что мы разработали такой-то план мероприятий, как нам минимизировать или вообще исключить отключение жителей от воды, даже при каких-то ситуациях нештатных, как нам быстро переключать эти дома, чтобы люди не замечали отсутствие воды в городе. То есть условно-услуга должна быть 24 часа в сутки. То есть вот простым языком говоря, дом запитан от одной ветки, но есть возможность, если там авария, очень быстро переключить его на другую. Да, быстро переключиться, да, чтобы люди не замечали. Вот это вот поставило первую очередную задачу, то есть она не требует больших инвестиций, это больше такая работа, просто именно алгоритм выстроить. Как это делать? То есть по каждому участку, да, она не быстрая работа, но мы сейчас уже задачу поставлены, уже прям каждый участок мы отдельно рассмотрим и прям пропишем регламент, что в случае, если вот утечка здесь, как это быстро переключить, чтобы люди остались с водой. Я думаю, что на первом этапе вот это самое главное нам сделать. Второй вопрос, по поводу инвестиций. У нас есть схема снабжения города утвержденная, то есть основные этапы там прописаны, да, это строительство сетей, перекладки, реконструкции, там все понятно. Там единственное, что ее надо немножечко корректировать, потому что часть мероприятий уже сроки прошли, они не выполнены. Поэтому сейчас необходимо вместе с администрацией, с областью, посмотреть еще раз эту схему внимательно. Мы понимаем, что все же в городе меняется, то есть строятся новые дома, появляются там новые сети, еще что-то. Да, с генпланом надо сейчас поставить, то есть даже с проектом генплана посмотреть, что там планируется. Синхронизировать надо эти все документы. Все документы развития, с тепловыми сетями, с развитием, надо посмотреть, как это все будет ясно. То есть работа тоже не быстрая, но это мы смотрим. Ну, то есть ориентир там есть, там порядка 6-7-8 миллиардов, то есть глобально на срок 20 лет. На 20 лет 6-8 миллиардов. Да, то есть это вот то, что мы видим. То есть мы можем там как-то точечно поправить, но основные мероприятия, понятно, что останутся те же самые. Мы вот сейчас начинаем заниматься этой работой как раз. Просто я... Работа не быстрая, потому что изменить схему, то есть восстанавливание тоже нужно, там, условно, полгода регламентная работа. Но сейчас уже будем мы заниматься этим вопросом. Вместе с администрацией, с областью. Сейчас есть программа «Чистая вода», которая государственная. Куда-то тоже там просят мероприятия, все давать мероприятия, там качество повышать, там перекладка сетей. То есть есть возможность федеральные средства привлекать? Да, да, да. Это тоже нужно все синхронизировать, потому что это должно быть и в схеме, и в нашей программе, и в программе «Чистая вода государственная». То есть все документы должны между собой биться. И мы должны сейчас все-таки, да, провести еще раз аудит. Я думаю, что мы аудит технически должны провести. Мы получили все-таки систему, которую не мы 15 лет эксплуатируем. Я понимаю, конечно, да. Сложно сразу отценить. Мы ее не знаем. То есть она там, труба в земле лежит, мы не знаем ее состояние. Ясно, что сейчас надо перед тем, как корректировать схему, наверное, провести какой-то технический аудит грамотный. Ну, ревизию такую, да? Ревизию, да. Надо понять слабые точки, да, куда там приложить, первоочередные усилия, где там еще что-то ждет, в основном там 3-5 лет, да, где-то уже не ждет сегодня, давайте прямо в октябре, там, в октябре, ноябре начинать. Понятно, что это все будет сделано, но это вот в таком плановом режиме уже. То есть тут, наверное, спешить не стоит, потому что от качества подготовки этого документа будет зависеть как раз-таки качество восстановления города. Если сейчас поспешить, в одном месте вложиться, а там в другие места ослабить, и... И все. И лучше никому от этого не будет. И там потом может быть, да, проблема. Поэтому она же не просто называется система, все потому что взаимосвязано между собой. Изменяя в одном месте, ты изменяешь в другом месте сразу. Поэтому надо все в комплексе рассматривать. То есть возможность привлекать федеральные средства, возможность перераспределить ресурсы и возможность зарабатывать, я так понимаю. Да, да, да. То есть предприятие ставит перед собой такую задачу. Да, да. Ну и плюс, смотрите, у нас все-таки есть еще источник финансирования, тариф, который был от амортизации, который мы обязаны направлять, опять же, на восстановление основных фондов. Ну, сумма амортизации, это не маленькая в тарифах, потому что имущество у нас там порядка на 4 с чем-то миллиардов. То есть это ясно, что большие амортизационные отчисления. И по закону тарифов, и в целом по закону, что мы их обязаны реинвестировать в систему. Это только амортизация. А каких цифрах идет, примерно, речь? Амортизация, это только амортизация, там, больше 200 миллионов в год. 200 миллионов в год, это амортизация? Это только амортизация. Шесть платы за технологическое присоединение. То есть, по моим оценкам, это тоже миллион в сто. Вот уже 300 миллионов. Плюс нормативная прибыль, которая включается в тарифы, на самом деле. То есть, условно, у ОККС эта прибыль была гарантирована 5%. Ну, почему бы нам такую прибыль не получить? Именно под инвестпрограмму, как раз целевую. И я думаю, что как раз-таки на условно 300-400 миллионов по году инвестиций мы должны выйти обязательно. Вот 20-й год, я думаю, что он будет достаточно тяжелый для нас в силу этого переходного периода. Я думаю, с 21-го года это однозначная цифра. То есть, 300-400 миллионов каждый год предприятие может вкладывать в модернизацию сетей. Ну, в имущество. В имущество, да, в ОКХ, да. То есть, и мы к этому идем, и мы, в принципе, и планируем на эти деньги. Плюс же можно другим вариантом пойти, который мы тоже оценим. Это заемное финансирование, а потом погашение за счет этих источников. В этом случае мы срок инвестиций сдвигаем, условно, на 3-5 лет, получаем эффект сразу, а потом, условно, в течение 10 лет это гасим. Это более современный способ финансирования, который мне лично больше нравится, потому что мы могли бы быстрее достичь эффекта. Ну, конечно, да. Растянутое во времени все это сделать. Мы больше средств получили бы сразу же, да, сделали бы работу, а потом, собственно говоря... Плюс там, условно, есть мероприятие реконструкции очистных сооружений города. Там сумма больше миллиарда рублей. Растягивать на 3-4 года тоже, может быть, нет смысла. То есть, лучше, может быть, сделать это сразу. Либо комбинированные бы источники. Какие-то сразу напрямую делаем, какие-то еще заемные. Ну, это все вы будете оценивать, насколько это эффективно, только после того, как я понимаю, уже оцените состояние самих сетей. Состояние сетей и из программы. Потом, в любом случае, это будет какая-то финансовая модель. То есть, это расчеты экономические, финансовые, технологические, технические. То есть, это как бы не делается. Это все-таки надо просчитать. Сразу быстро и не поймешь. Еще одна вещь важная тоже для потребителей, которые задавали нам эти вопросы, я не скрою. Это история с тем, что для них меняется не с точки зрения денег, а с точки зрения взаимодействия, скажем так, с предприятием. То есть, мы все понимаем, что иногда возникают вопросы. Это не только присоединение каких-то объектов, но это и ежедневная работа. Куда задать вопрос, если вдруг тебе что-то не то насчитали? Куда можно прийти с еще какими-то вопросами? Меняется ли что-то в этом смысле? Куда идут люди? У вас есть объединенный колл-центр, есть офис, куда могут люди прийти и там в режиме одного окна получить ответы на свои вопросы? Что касается физических лиц, то у нас заключен договор с тем же самым РКЦ, который обслуживал ОККС. Поэтому людям будут выставлять платежные финансы, людям тот же самый РКЦ. Поэтому у людей в платежке изменится только номинование поставщика услуги. Телефоны у РКЦ все те же самые. То есть мы буквально вот с коллегами, когда с РКЦ говорили, мы до 10-го числа активно компанию не вели по информированному населению, потому что еще до 10-го ОККС выставляла, чтобы просто не было... Чтобы путаниц не было, да. Потому что мы начали параллельно делать, люди бы не знали, кому платить, как платить, зачем. Поэтому до 10-го дождались, когда ОККС выставил свои квитанции. И вот уже с этого, получается, с сегодняшнего дня мы начинаем эту плановую работу. У нас уже созданы личные кабинеты на сайте как раз с РКЦ. И сейчас мы будем рассказывать алгоритм, как с этим поступать. Ясно, что мы людей попросим все-таки прийти, выверить свои показания, какие они сдавали по платежам. Но это все работа на себя возьмет РКЦ сейчас в основном. Потому что, ну, во-первых, людям привычно, люди знают, что с ними, знают, куда идти в офис. То есть для них ничего в этом смысле ничего не изменилось? Нет, нет, нет. В том-то дело, мы специально, специально мы так и хотели, чтобы люди не заметили ничего. То есть, я говорю, ну, там маленькая строчка изменится поставщику воды, и все. А все остальное глобально остается то же самое. Офис наш клиентский пока находится на профсоюзном 31, но это временное решение. Это то, где мы раньше сидели. То есть для понимания, что весь водоканал уезжает на производственную 25. Это старое здание водоканала, которое с 90-х годов, где раньше я ЛККС сидел, потом выехали. То есть мы сейчас там останавливаем полностью с нуля базу фактически, потому что там 5 лет пустовало, не отапливало, сброшено было фактически. Сейчас мы это все уже вот там в финальные штрихи. То есть вот основной производственный персонал будет весь там. А клиентский офис будет в центре? А клиентский мы оставим в центре. Да, сейчас на профсоюзном, опять же, временное решение просто надо было подписать. Сейчас мы активно ищем в городе помещение арендное, но мы ищем помещение с критерием. То есть это должен быть первый этаж, удобные подъезды. То есть возможность парковки, возможность для людей с ограниченными возможностями, мам с колясками. Да, чтобы была большая клиентская зона, чтобы люди как там не стеснялись, чтобы нормально зашли, сели. Вот, это нужно, у нас сама служба сбыта, порядка, сконтроллера порядка 70 человек. Это, во-первых, потому что не маленькие. Большие площади, да, должны быть. То есть, ну и именно ищем в центре, чтобы это, даже не то, что в центре, а именно легко транспортно доступно. Чтобы можно было добраться, доехать. Да, каждый человек мог легко приехать. Плюс еще в перспективе, это на 20-й год, мы хотим еще по городу поискать муниципальное имущество, тоже на первых этажах. То есть по 100, по 150 квадратов и сделать доп-офисы, чтобы в каждом районе города был свой доп. Там будет 2-3 человека сидеть, прийти, там, заявку сделать на пломбировку прибора учета, например, или там, какую-то сверку по расчетам, или какие-то показания приборов принести, кому там удобнее ходить, а не в интернете, условно, это все передать. Это мы сделаем. Но это, говорю, вопрос немножко подальше. Это в планах у нас есть, но это просто... Отдаленные немножко перспективы. Отдаленные. Сначала нам, главное, основную службу нашу где-то разместить, чтобы сообщить всем, где и как это все будет. Но я правильно понимаю, что у вас вообще на будущее, на отдаленную перспективу есть план такие, как-то завязаться с нашими МФЦ, многофункциональными центрами, да, чтобы люди часть услуг каких-то ваших могли и там получать, либо заявку на них оставлять. Да, у нас такая идея есть, просто мы посмотрели, что это, условно, работает в Москве, в Московской области, что люди, приходя в МФЦ, могут получить все услуги, в том числе услуги водоканала, необходимые. И те же самые сверки расчетов, и внести плату, и заказать там установку прибора учета, и поверку. То есть, тем более, у МФЦ широкое покрытие офиса. Да, 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 я вот как раз про это. И мы хотели бы, может быть, тоже осмотреть вариант такой, что и на сайте госуслуг, может быть, люди смогли бы заказывать наши услуги, те же самые технологические представления домов к воде, там, своих, какие-то те же самые заявки на прибор учета, получить еще квитанцию на оплату и там же оплатить. Мне кажется, это было бы очень удобно для всех. Ну, учитывая, что технологии-то на месте не стоят, и все время это развивается, и все больше людей этим пользуются, конечно, это было бы удобно. Мы хотим, 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 конечно, перевести все это в онлайн-режим. То есть, я думаю, что людям должно, кстати, удобно пользоваться в этом онлайне всем, не выходя из дома. И человек не должен себя чувствовать чем-то там обделенным, там, и обязанность у него возникала, как постоянно ходить в офисе, когда он может это все установить с телефоном, с приложением, не знаю, там, на сайте зайти, все это сделается. Экономия и свое время, и время ваших сотрудников, да, и быстрее получает услуги, которые ему необходимы. Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Ну, и к финалу, наверное, нашей вот этой первой программы с вами, да, потому что мы будем еще встречаться, конечно же, и рассказывать о том, как работает Ведоканал, я бы хотела спросить, и потом мы будем сравнивать там, да, что получилось, что не получилось, в ближайшей, в отдаленной перспективе, что должен получить муниципалитет, и что должны получить жители, то есть вот цель, какую вы ставите перед собой? Цель глобальная, это все-таки качество, наверное, и качество управления, и качество услуги, и, ну, суслово, качество. Для нас все-таки и мое личное мнение, что мы работаем все-таки для потребителей, для абонентов, и мы должны сделать все, чтобы они видели, что им услуга оказывается качественная, что мы стараемся для них. И для меня это, наверное, ключевое, потому что все вот эти, ну, разговоры по поводу, вот я всегда, когда работал, был еще в тарифной теме, то есть тарифом, когда занимался, на самом деле, я сколько раз замечал, что если люди довольны услугой, вопросов по цене услуги, на самом деле, не возникает никогда. По цене вопрос возникает, когда людям не нравится услуга, то есть им нарезали какую-то услугу непонятного качества, и потом при этом за это еще предъявляют деньги. И людей искренне возмущение, говорят, нам не оказали услугу, нас еще за это берут деньги. Ну, у нас обычно это с городским транспортом происходит, когда возникает очередная тема с повышением стоимости проезда. Да, люди говорят, сделайте сначала, чтобы автобусы ходили после 9 вечера, а потом уже деньги просите. Вот, мы про это говорим, что если вот, а качество это глобально, это качество самой воды в хране. Это и неотключение в аварийных ситуациях от воды, это тоже качество услуги. Это и удобность прийти в офис к нам и себя там вежливо обслужить. Это и возможность оплатить онлайн, не выходя из дома. Это возможность заказать услугу онлайн. Это все качество, то есть это глобальное понятие качества. Это все должно включаться туда. Вот, и мы, вот я говорю, ключевое слово для нас должно стать качество. То есть мы должны понимать, что мы работаем все-таки для потребителя, в первую очередь. И вся, вы говорите, администрация. Администрация это как раз публичная власть, которая работает тоже для человека, для жителей этого города. Мы продолжаем получать такой же публичной власти, которая работает для жителей этого города. И мы хотим, чтобы жители были довольны своего антоканала. В идеале, конечно, они должны нас замечать. Но мы должны работать. Они даже должны забыть, как называется ваша организация. Потому что это как странно, но это комплимент будет, если люди не будут видеть, как мы работаем. Это лучший показатель того, что вы работаете хорошо, это если люди не знают, как называется организация. Я благодарю Дмитрия Ухина. Я знаю, как она называется, организация. Директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал». Я думаю, что до новых встреч в Ухе. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. 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 Спасибо.